Так, мы обещали гостей прямиком из Пхенчхана, они к нам пришли. Это Наталья Назарова, Владимир Лукин и Артур Сабитов, болельщики Федерации Лыжных Гонок и Биатлона, Республики Тарстан. Здравствуйте, доброе утро. Вы только что вернулись, поделитесь впечатлениями. Что, какие эмоции у вас? Впечатлений много, давайте мы разделим все впечатления. Ну, во-первых, на выступления наших спортсменов, как реагировали болельщики на наших спортсменов в связи со всеми вот этими историями, что происходило в действительности? Ну, реагировали очень позитивно, очень тепло принимали наших спортсменов. И болельщики, конечно, наши, российские, безусловно, мы их поддерживали, болельщики из Татарстана и болельщики других стран. Абсолютно очень позитивно, очень тепло принимали наших спортсменов. То есть мы правильно предполагаем, что как бы нам не показывали политические какие-то перипетии, люди, на самом-то деле простые болельщики, просто вне политики, можно сказать. Это был праздник. Очень активные были китайцы, они вместе с нами скандировали Россию в Пхенчхана, вперед, болели за наших лыжников, в частности, за Андрея Ларькова, когда он уже проходил последний круг, и видно было, что он будет на третьем месте. Ага. У китайцев, я предполагаю, что еще много было, да, болельщиков, потому что... Потому что это китайцы? Их всегда много, их всегда, в любом городе мира, в любом туристическом городе мира. Как-то удалось понаблюдать за общением самих спортсменов, потому что, ну хорошо, мы поняли, что болельщики все вроде бы дружная команда одна, да, все пришли посмотреть на шоу, на спорт. А наблюдали что-нибудь среди спортсменов любопытное, какое-нибудь отношение, конфликты, может быть, наоборот, тоже по-братски все обнимались. Но не между собой, конечно, да, мы имеем в виду тоже с другими странами, представителями. Да, 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 про это. Не, ну конечно было, даже мы это обращали внимание, что спортсмены очень дружны между собой. То есть спортивная семья, она единая, независимо от политических границ, убеждений и так далее. Это было видно даже и на финале, и в соревнованиях, да? Конечно, все спортсмены между всех стран абсолютно относятся к друг другу с пониманием, и не было никакого там особого отношения к спортсменам сборной России, и поэтому все были дружны, все друг друга поддерживали, особенно норвежцы в лыжных гонках всегда поддерживают нас, особенно там Италии и скандинавские страны, все абсолютно позитивно относятся к нашим спортсменам. Норвежцы, которые выиграли Олимпиаду, да? Норвежцы, которые выиграли Олимпийскую игру, да. Хорошо, а были какие-то шутки на тему названия нашей сборной? Какие-то, может быть, подколы, плакаты кто-то, нет? Или все относились к этому серьезно и решили, что лучше? Здесь не до шуток, я думаю, было. Не было никаких плакатов с надписью, рифмы какой-нибудь дурацкой? Нет, не было абсолютно, не было этого. Более того, что все прекрасно понимают, что это наша страна, лыжники и другие спортсмены представляли великую Россию, и никаких других даже быть не могу. А у болельщиков атрибуты были наши российские какие-то? Ну, наши флаги, конечно, конечно. Это разрешено было делать, да? Ты видела, по всем, я не знаю, в каком это виде спорта было, но, по-моему, по всем соцсетям разлетелся флаг с надписью «Бугульма», значит, российский флаг с надписью «Бугульма», да? Казань, я тоже видела, да? Казань, Зеленодольск. Зеленодольск, да, это как раз были наши флаги. Это наши болельщики тоже там были. Это были мы. Вообще татарстанцев много? Это были мы. Татарстанцев много было вообще, наших представителей, вот, в числе болельщиков? Да, были татарстанцы, безусловно, представители, потому что на этой Олимпиаде мы показали значительный рост по лыжным гонкам, потому что из восьми медалей, которые привнесли в копилку России лыжники Российской Федерации, три, четыре медали, это которые у нас в Федерации лыжных гонок «Биатлона Республики Тарстан». Такого не было, это замечательный задел, и наши лыжники, это Иоанна Ильчаевская, Андрей Ларьков, внесли значительный вклад в это общее замечательное великое дело. Да, болели, наблюдали. Не можем не спросить, заглянули на хоккейный финал, нет? Или уже не удалось? На финал не удалось, но мы смотрели матчи. Они все свои силы отдали туда, лыжникам и биатлону. Вот какие-то самые волнительные моменты были, что-то вы помните, где, наверное, эмоции просто переполняли? Ну это финиш, когда Ларьков шел с полторанином, они же на третьем круге шли далеко друг от друга, и постоянно диктор говорил про полторанину, мы очень переживали. Ларьков шел 13-й или 14-й, а в конце Ларьков собрал все, похоже, последние силы и оторвался от полторанин, за собой повел норвежцев и, в принципе, занял третье место. Ну, это было очень впечатляюще, и мы очень сильно болели за него, кричали. Андрей, Андрей, он даже на последнем круге немного обернулся, у него, наверное, силы прибавились, и он сделал то, что должен был сделать. Ну, кстати, интересно, что чувствуют спортсмены в этих ситуациях, потому что кто-то говорит, что они профессионалы, а они не слышат толпу, да, а кто-то говорит, что, наоборот, придает сил. Ну, хорошо, вам вопрос ко всем троим, как вопрос наблюдения, да, вы были, сколько, неделю, да, примерно, в Тхенчхане? У нас в Казани, да и вообще в России, большое событие этим летом, чемпионат мира по футболу. Есть какие-то наблюдения, плюсы и минусы в городах, ну, в городе проведение большого международного спортивного мероприятия? Что вы заметили в Тхенчхане такого хорошего, и, может быть, плохого, что нам стоит взять на заметку? Нам, казанцам, вообще, в принципе, властям города, что интересного? Вопрос интересный вы задали. Вы знаете, вот если сравнивать проведение спортивных мероприятий за рубежом и в России, то можно четко отметить, однозначно, что уровень проведения российский, он на самом высоком уровне. Вот лично мое субъективное мнение. Может, коллеги что-то добавят? Что-то не понравилось, может быть, в Тхенчхане? Что-то не так было? Ну, было интересно, что каждая страна представляла свой дом. То есть был российский дом, дом болельщиков. Ну, это как правило, наверное, так было. Да, да, это как правило. Каждый дом отличается друг от друга, да? Ну, национальный колорит, конечно. Русский, мне кажется, самый булух, самый гостеприимный, поэтому все туда. Все туда, да. Но без флагов тоже, да? Без флагов. Без флагов. Мы отрешками отбились. Ну, хоть, ну, это хорошо. Мы всегда найдем выход из положения. Зато весь дом был красного цвета, цвета нашего. Красной машины. Красной машины, да. Все понятно, в общем. Красный цвет все за себя рассказал. Так, ну, и сама жизнь города, я не знаю, может быть, нам что-то стоит взять на заметку, я не знаю, работа общественного, транспорта. В плане организации, может быть, да. Не знаю, как убирают улицы, или еще что-то вот такое, что самое-самое яркое запомнилось в самом городе олимпийском. Ну, в принципе, нам даже, наверное, было немного сложно добираться, потому что те шаттлы, которые были организованы до стадионов, они доводили до определенного места. Нужно было пересаживаться в электропоезд, а потом... То есть прямых таких рейсов не было, да? Вот это неудобство, наверное, было, да? Это было вот, ну, не очень удобно. Наш, ну, чемпионат мира, я думаю, все-таки будет немного по-другому организован. Все, все, мы уверены, что кому нужно, то сейчас нас услышал. Друзья, поставьте оценку, пожалуйста, олимпиаде Пхенчхане. Вашу, болельщинскую оценку. От одного до пяти. Ну, как в школе, от двух до пяти. Олимпиаде или команда? Давайте так, сначала команде нашей сборной, а потом олимпиаде в целом. Команде, да, безусловно, пятерка. Да, даже с плюсом. Плюсом. Это хоккеисты вытащили фигуристки и лыжники тоже. Все, все, все вместе. Но весомые в класс сделали лыжники. Половина медалей в олимпийскую копилку внесла лыжная дружина из 17 общего, из 17 медалей сборной России, 8 заработали лыжники, поэтому... Вот на этой позитивной и гордой, я бы сказала, ноте мы, в общем-то, наверное, закончим разговор сегодня с вами. Спасибо большое. Но мы его обязательно когда-нибудь продолжим, еще увидимся. Да, да, да. Много спортивных событий. Надеемся, что вы с нами поделитесь еще какой-нибудь полезной, интересной информацией изнутри самих турниров. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Пока. Оставайтесь на ТНВ.